Всем привет! Сегодня мы не будем говорить про проблемы современных городов, изучать международный опыт или смотреть на российские какие-то примеры. Сегодня мы углубимся в историю, потому что очень часто можно услышать, что раньше было лучше. И я прекрасно понимаю, что на ютубе полно роликов с историей Москвы, Петербурга и любого другого города. Есть целый канал московедов типа Александра Усольцева, всем рекомендую. На его поляну я лезть не буду, но при этом сегодня я хочу поговорить про исторические детали. Точнее, про какие-то дизайн-решения, которые были на улицах в конце 19-го века, начале 20-го века, которые мы полностью потеряли. Потому что, как ни странно, иногда оказывается, что не нужно придумывать что-то новое, нужно просто посмотреть, как было и начать так же делать. Поэтому, я думаю, что несмотря на то, что те вещи, про которые мы будем говорить, это городом столетней давности, но некоторые вещи актуальны по сей день и было бы неплохо вспомнить уроки истории. Так что усаживаемся поудобнее, жмакаем сразу на лайки, не забываем подписываться, гладим кота, девушку, коленку, диван или что там угодно и отправляемся смотреть исторические картинки. Поехали! Я, наверное, сразу предупрежу, что основная часть фотографии была сделана в Москве. Просто потому, что я по ходу работы много еще старых материалов, именно связанных с этим городом, ну и просто я здесь живу, поэтому мне это немного ближе. И я прекрасно понимаю, что в Петербурге там была немного своя специфика, и были там другие города, где тоже что-то было интересное. Но я остановлюсь немного на Москве. Надеюсь, вы мне это простите. И начнем мы с трамвая. Я знаю, как вы любите трамваи. Вот такую вот штуку, если любите трамвай. Прям очень-очень надо, а то YouTube не будет выдавать мои ролики в рекомендациях. И никто этого не увидит. Так вот, начнем с трамвая. Здесь вы видите площадь, сейчас этой улицы одной нету, а вот уходящая вдаль, это неглинная улица. Трамваев здесь, конечно же, нету. Потому что, к сожалению, за советский период Москва потеряла большую часть своей сети, и сейчас вместо этих прекрасных трамваев ездят автобусы. Да, вот было почему-то принято считать, что трамвай это устаревший какой-то там капиталистический вид транспорта, его надо быстренько убить, построить зато дворцы для народа метро и посетить там по земле троллейбус. И никого не волновало, что эти виды транспорта немного невзаимозаменяемые. У них просто у каждого своя ниша. Но, тем не менее, вот здесь мы видим трамвайную пробку, и судя по лестнице около опоры, там произошла какая-то авария, и сейчас ее налаживают. Но зато вы видите, сколько было трамваев, и прекрасный дизайн опор, как мне кажется. Ну и сами трамваи, конечно же, ламповые, если мне не изменяет память, это коломенский трамвай. И я хотел бы обратить внимание на платформу. Да, несмотря на то, что машин тогда практически не было, уже тогда понимали, что в дизайне улицы важно выделять платформы. То есть место, где трамвай останавливается, где люди заходят-выходят, и как вы можете обратить внимание, эта платформа чуть выше уровня улицы. То есть убирали одну ступеньку, и за счет этого происходила посадка-высадка людей намного быстрее. Сейчас, к сожалению, такой подход полностью потерян в некоторых городах. То есть да, даже если делают платформу, то делают ее на уровне земли. Это очень глупо. К счастью, в Москве этих ошибок больше не повторяют, а делают тоже в одном уровне с улицей все платформы. Но опять же начали так делать относительно недавно, всего лет 5 назад, как мне кажется. А вот где-то в промежутке с 1950-х годов, то 2010-х платформы либо не делали совсем, либо делали их плохо. Ну а здесь вы видите другой пример. Это Ильинский сквер и где-то 33-35-е года 20-го века. И опять же, вы видите огромную асфальтовую площадь. Люди могли переходить где угодно, потому что в целом вот тогда не было проблем с машинами. В том плане, что не были приняты правила дорожного движения, которые там действуют по сей день, где есть четкое разделение. Улицы по умолчанию были пешеходными. И поэтому даже если там на переулке были узкие тротуары, проблем особо не было. Люди шли по проезжей части. И это считалось нормально. Но, к сожалению, вот где-то там во второй половине 20-го века произошел такой мозговой срыв у некоторых людей. И улицы стали отдавать полностью автомобилям. А где-то там до 50-60-х годов спокойно на небольших улицах, что в историческом центре, что там в жилых районах, можно было ходить примерно как угодно. И все работало, как ни странно. Сейчас местами опять же это возвращается. Но здесь мы опять видим платформы. Да, оказывается, нужно было делать платформы. И их умели делать. И тут вот, я так понимаю, высадка из двух или даже из трех вагонов. Здесь же мы, кстати, видим на столбе небольшой маршрутовый указатель под козырьком, довольно аккуратный. Вдалеке городские часы. И, ну, опять же, все довольно красиво. И я повторюсь, что тогда машин не было. Но уже тогда понимали важность создания платформ. Сейчас, когда машин еще больше на улицах, платформы стали просто жизненно необходимы. Потому что иначе люди выходят просто под колеса машины. А если вы хотите сделать хороший общественный транспорт, то люди не должны рисковать здоровьем во время его пользования. Поэтому делайте платформы. И вот следующая картинка. Это уже 38-й год. Это площадь Тверской заставы. То есть путепровод, который вот утыкается в Белорусскую. Точнее, путепровод, с которого начинается Тверская и Амская улица, которая потом перетекает в Тверскую и уже упирается в Кремль. И здесь мы видим, опять же, ну, во-первых, троллейбус ламповый, ламповый трамвай, ламповый автомобиль и платформу. Да, платформа, 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 платформа. Их надо делать. Но здесь интересен еще другой момент. Потому что сейчас в этом месте нет ни трамвая, ни платформы, кучи автомобильных полос. Но вот раньше, когда это было, прямо вот с этой платформы можно было попасть на железнодорожные пути. То есть у тебя была вертикальная пересадка, когда есть с одной стороны, наверное, вот так будет проще показать. Вот есть здесь железнодорожные пути, здесь трамвайные пути. Они пересекаются высшей точкой, и нужно пройти там не по плоскости одной, там, 100 метров для пересадки, а нужно спуститься там на полтора-два этажа вниз, и все, ты попадаешь в электричку. Максимально короткая, эффективная пересадка. Такие я вам показывал на примере в Кёльне. Ну, в целом, такие делают практически во всем мире. У нас тоже так умели делать, но, к сожалению, разочтались. И это то, что мы пока не можем вспомнить. И вообще по умолчанию считается, что если, не дай бог, ты сделаешь остановку на путепроводе или на мосту, то, там, я не знаю, кровь младенца в конец света Годзилла придет, и все разрушит, и все у вас, в общем, полетит к чертям. Поэтому так не делают, к сожалению. Ну, и если продолжать тему железнодорожного транспорта и в целом транспорта, то здесь вы видите виндовский вокзал. Это, насколько я помню, сейчас Рижский вокзал. Но, опять же, я могу ошибаться. Я все-таки не историк, я больше про детали какие-то. Но здесь вы видите чудо чудное. Вы видите навес, который уходит прямо до платформы. То есть, человеку, чтобы попасть в поезд, не нужно пересекать там стену дождя или воды. И более того, козырек сделан в виде ласточки. То есть, вода стекает не на край платформы, а потом леденеет. Она стекает на середину и уже там уходит в трубу. Вот, ничего сложного. Но, опять же, у нас так практически нигде сейчас не делают. А если делают, то это просто исключение и можно устраивать праздник. Но, к сожалению, раньше было лучше. И отдельно я хотел бы все-таки остановиться на опорах. На контактной сети или фонарных. Потому что, ну, вот просто посмотрите на это первая Мещанская улица и 1912 или 1914 года. Мощение, домики, часовня и вот эти вот опоры. Они все прекрасно дополняют друг друга. И у тебя прекрасная улица. Здесь нет чего-то такого фантастического. Но просто ты смотришь и тебе приятно. У нас, к сожалению, так разучились делать. Ну, или вот другой вариант. Посмотрим. Уже тип опоры совсем иной. Но, опять же, просто есть какая-то форма. То есть, архитекторов и дизайнеров привлекали даже для создания каких-то совсем интеллектарных вещей. Это то, к чему мы сейчас возвращаемся. Но, к сожалению, это все еще очень редкая практика. Или вот первая Тверская и МСКА. Здесь мы видим, опять же, более парадные фонари. Во-первых, можно еще обратить внимание, что здесь есть деревья. И они немного закрыты, чтобы их не поели лошади, видимо. Во-вторых, опять же, фонари. Они просто прекрасные. Но, вот, серьезно. И фонари, и трамвайные опоры, и архитектура все, просто все стыкуется. Все классно. Это то, чего нам очень не хватает. Потому что даже если у нас реконструируют улицу, могут сделать хороший тротуар, хорошую проезжую часть, хорошие там скамейки. Но при этом будут ужасные фонари. И это просто немного бесит. Это когда вы делаете ремонт у себя дома, вы поставили хорошую кухню, хорошую мебель. Но при этом, не знаю, у вас осталось висеть на потолку лампочка без люстры. Или без какого-то абажура, или без чего-либо еще. То есть, ну, понятно, что так быть не должно. Но, тем не менее, когда мы говорим про город, такое встречается повсеместно. Сейчас вы видите Чистопрудный бульвар 27-го года. Знаменитый «Берегись» трамвай, который был еще в мастере Маргарите. И катушку. Катушка работала... Во-первых, она не позволяла лошадям проходить через пешеходные дорожки. А во-вторых, когда подъезжал трамвай, он замыкал цепь. И вот «Берегись» трамвай начинала мигать и светиться. То есть, там, в этом месте, есть проблема с видимостью. Потому что довольно высокий забор. И когда едет трамвай, он, точнее, водитель может не заметить вовремя выходящего человека. И поэтому такая катушка, во-первых, немного заставляла человека посмотреть в сторону приближающегося трамвая. Во-вторых, мигала лампочка, которая говорила, что трамвай сейчас будет, и трамвай надо пропустить. Да, то же введение, которое тоже сейчас у нас есть, что у трамвая нет приоритета даже на пешеходных переходах. И от этого нужно избавляться. Потому что у трамвая другой, совершенно другой тормозной путь. Если мы возьмем ту же Чехию, то там у трамвая приоритет. И это совершенно логично. И это то, к чему нужно прийти и нам, ну, когда-либо, в обозримом будущем. То есть поменять немного ПДД, что пешеход должен уступать трамваю. От этого не будет каких-то больших проблем, но зато будет безопаснее и лучше для пассажиров трамвая. Но вот если говорить про городской дизайн, просто берегись трамвая. Просто замыкает цепь. В начале, там, ладно, в первой половине прошлого века еще так умели. Сейчас такой сигнализации никакой нету. Ну, а катушка, я думаю, что она сейчас не пройдет. Просто по нормам доступной среды. Но, тем не менее, вот фонарь и берегись трамвая. Просто лампово классно. Можно попробовать где-нибудь сделать. Следующая картинка. Это Лубянская площадь, 1925 год. К сожалению, от Лубянской площади практически ничего не осталось. Одна из красивейших площадей Москвы просто уничтожена. Но здесь мы, опять же, видим, кажется, трамвайный коллапс. Но я хотел бы обратить внимание на другое. На асфальтовые дорожки. То, что проезжая часть вымощена, но люди ходят по ровному тротуару из асфальта. Асфальт тогда был новым веянием и довольно дорогим. Вообще, в мире асфальт появился не для того, чтобы машинам было удобно есть, а чтобы было проще чистить город. Потому что доставать какие-то окурки или что-то между брусчатками довольно было сложно. Это потом осознали, что это имеет определенную историческую ценность и стали местами возвращать. Но, в целом, многие города мира похоронили свои мостовые под слоем асфальта именно из-за расчета того, что будет проще убирать. Ну, а в Москве все годы из асфальта нового инновационного дорогого материала делали тротуары, чтобы людям было комфортнее ходить. Хороший подход, который показывает, у кого приоритет. Но пешеходов тратили больше всего денег. Хотя, если мы посмотрим на следующую картинку, на следующую фотографию, это Элинские ворота и совсем начало 20 века, мы опять же увидим, что асфальт клали еще в царские времена. Но с доступной средой были проблемы, потому что прекрасно видно, как все утыкается в огроменный бордюр. Это Ярославское шоссе и 1939 год. И здесь вы видите двухэтажный троллейбус. Они ездили по Москве совсем недолго. Выяснилось, что было много проблем с эксплуатацией, насколько я помню. Но, к сожалению, троллейбус сейчас для Москвы в целом история. Потому что буквально в сентябре Собянин окончательно убил систему. И замены в виде электробусов, конечно же, не хватает. Поэтому порезали все автобусные маршруты, чтобы как-то вывезти. Ну и в целом, конечно, идиотизм. То, что мы заменяем работающий экологически чистый вид транспорта, к тому же очень дешевый, на какую-то непонятную инновационную банку, которая то работает, то не работает, которая просто стоит очень больших денег. И с аккумуляторами электробусов непонятно, что делать там через 30 лет. Как их утилизировать, никто не понимает. В этом плане троллейбусы это, конечно же, совсем не устаревший вид транспорта. Просто нужно уметь им пользоваться и поддерживать. Но, к сожалению, сначала в Москве грохнули трамвай, потому что он не нравился руководству. Потом началась эра троллейбусов, в том числе двухэтажных. И сейчас закончилась эра троллейбусов и, скорее всего, будет эра автобусов. Потому что трамваи тоже особо не строят. Закупают новые машины, но длиннее особо не строят. То есть сеть не перерастает, к сожалению. Из нее пытаются вытянуть максимум, но запас рано или поздно кончится. Хотя много мест, куда, конечно же, хочется трамвай вернуть. И хочется верить, конечно, что лет через 20 мы увидим трамвай на всех основных магистралях города. Тверская, проспект Мира, Садовое колесо и другие маршруты, где трамвай просто элементарно нужен по пассажиропотоку. Потому что автобусы уже не вывозят. Ну а если продолжать тему вылетных магистралей, это проспект Мира, 1982 год. Во-первых, здесь вы еще видите деревья. Не произошла дорожная революция Лужкова и наземный пешеходный переход. И он со стропком безопасности. Да, я думаю, что я вам всем уже надоел со стропками безопасности. Потому что это тот элемент, без которого невозможно построить безопасную улицу. Понятно, там много таких элементов. Я вот буквально в прошлом ролике рассказывал вам, как сделать хорошую улицу. И там я про это рассказывал. Но вот опять же, мы это делать умели. У нас это было. Просто в какой-то момент, мне кажется, общество надышалось парами бензина. Произошло какое-то опьянение. И произошла вакханалия. И нам сейчас приходится с этим совсем бороться. Разбирать завал, который сделали предшественники. Надеюсь, что до конца моей жизни успеем исправить ошибки 20 века. Очень хочется в это верить. Ну и, конечно же, пешеходные переходы на Тверской. Они были. И здесь вы прекрасно их видите. Никто никого не заставлял спускаться в подземлю. И, в принципе, любой житель города, будь то маломобильный, пенсионер с сумкой молодой и здоровый, мог спокойно перейти улицу. И здесь вы видите, что пешеходный переход сделан не в виде привычной зебры, а сделан в виде пунктира. К сожалению, где-то во второй половине 20 века в российской части СССР от этого отказались. При этом это все еще есть в стандартах Беларуси, Украины, есть в Великобритании и во многих других странах. Потому что на перекрестках со светофорами приоритет для пешехода делает не сам факт зебры или знак пешеходного перехода, а светофор. То есть смысла наносить зебру особо нет. Зачем тратить лишние деньги, зачем наливать асфальт краской, когда можно просто выделить габариты, и все будут понимать, как тебе идти. То есть загорелся зеленый сигнал, ты идешь вот там, по этой зоне. Не загорелся, не идешь. Все кажется логично. И если мы посмотрим на следующую фотографию, это новая Басманная улица, 75-й год, то здесь вы можете заметить и вот эти вот пунктиры, и при том уже обычную зебру. И я, к сожалению, не застал те времена. Если вы вдруг тогда жили, помните, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это было. Потому что есть такое чувство, что вот этот вот пунктир был не просто краской, а в виде катафот. Я не знаю, как они справлялись с тем, что коммунальщики там каждую зиму ковшами, например, раздалбливали, и меняли ли они каждый год, эти катафоты, или они намертво как-то их вбивали туда. Но как факт здесь видно, что есть определенный рельеф, что части катафот уже нет. То есть, скорее всего, это как раз тот период, когда начали заменять вот такие пунктиры на уже привычные нам зебры. Ну и можно посмотреть на довольно приятный светофор. Просто у него есть, у столба в смысле, у столба есть определенная форма, и он кажется уже таким украшением улицы, хотя ничего в нем такого сверхъестественного нету. Ну, а следующая фотография, это 59-й год и уже цветная фотография, здесь вы видите такой светофор в оригинале, его форму. То есть, в него хочется влюбиться, потому что посмотрите на основание, посмотрите на нам переход, посмотрите на сам светофор, у него есть форма, и он прекрасен. И вот с этим же самым трамваем они формируют какую-то целостную картинку. Понятно, что эти вещи из одной эпохи, и, к сожалению, ничего такого уже в Москве не осталось. В некоторых городах я еще встречаю хотя бы столбы. Понятно, что светофоры давно подобные выкинули, поставили новые светодиодные, но столбы где-то еще остались. Но, к сожалению, это большая редкость, потому что никто просто этого особо не ценил. Другая деталь, которая массово пропадает с московских улиц последние годы, это подвесной фонарь. Считается, что они враги чистого неба, что обязательно нужно ставить столбы. И если для больших улиц это не какая-то трагичная замена, то для переулков, где места мало, установка столбов иногда съедает значительную часть тротуара. В ролике про реконструкцию улиц я рассказывал, как архитекторы это обходят, чтобы тротуары были свободны для проходов. Но, так или иначе, для переулков все-таки подвесные фонари, особенно с учетом нашей зимней уборки, все еще лучшее решение. Пожалуйста, не допускайте ошибок московских, сохраняйте подобное у себя в городе. А сейчас обратите внимание на этот столб, особенно на его нижнюю часть. Видите вот все эти пупырышки? Они появились, точнее вот эти вот столбы, появились в Москве в 1910-х годах, потом 1920-30-х тоже еще немного ставили, потом забыли. Так вот, эти пупырышки предназначены для того, чтобы на столбы не клеили объявления. Да, проблема объявлений на столбах актуальна по сей день, потому что коммунальщики запарились их очищать. Когда ты ставишь самые дешевые столбы, тебе приходится каждый день гонять дворника, чтобы тот со шпателем как-то очищал от рекламных объявлений эти несчастные серые металлические столбы. Так вот, чтобы решить эту проблему раз и навсегда, просто сделали форму, отлили рельефные столбы и туда просто ничего не прикрепить. То есть даже если ты приклеишь туда бумажку, то ее очень легко будет отодрать, не нужно со шпателем там колупаться 5 минут или 10 с каждой бумажкой. Абсолютно простое решение. Я показывал вам на примере многих городов мира, что это работает по сей день. Но вот, к сожалению, до такого простого решения, как рельефная какая-то поверхность, то есть ее можно сделать изначально, отлив специальные формы. Ее можно сделать, добавив в краску просто песок, и уже получится рельеф. Я показывал такое на примере Праги или Барселоны. То есть ты за счет того, что сначала подумаешь, потом делаешь хорошо, решаешь свои головные боли на следующие 30 лет. У нас же идут как проще, а потом страдают следующие 30-40 лет. Ну то есть к чему учит нас эта картинка? Что нужно вначале думать, потом делать. И до революции как минимум нас знали в этом толк, но потом позабыли, к сожалению. Да, такие, кстати, исторические фонари некоторые появляются в Москве сейчас вновь. Но вот конкретно этой формы я не встречал на улице. Было бы, мне кажется, очень интересно. По крайней мере, это в разы лучше сетки-рабицы, которые в последние годы обертывают столбы. Ну потому что невозможно к этому столбу притронуться. Ты от него шарахаешься, чтобы не порвать вещи или не поцарапаться. Ну то есть это каменный век. А здесь вы видите подход цивилизованного городского начальника и городского дизайнера. На следующей картинке вы видите трансформаторную будку. И она прекрасна. Я думаю, что многие привыкли, что любая будка с коммуникациями сегодня это просто серый шкаф, который хочется побыстрее пройти. Или в лучшем случае хочется на него носать или расписать. Но здесь вы видите произведение искусства. Потому что, как я уже говорил, раньше умели привлекать специалистов, то есть дизайнеров, художников, архитекторов для создания даже каких-то совсем утилитарных вещей. Потому что было понимание, что любая деталь на улице формирует облик города. И так или иначе формирует отношение людей к этому самому городу. И умели делать даже простые вещи прекрасными. К сожалению, ни одного подобного сохранившегося примера в Москве я не вижу. Но некоторые будки в стиле модерн встречаются, например, в Самаре. Это единственный город, где я что-то подобное встречал. А следующие фотографии, я думаю, у многих бомбанет. Потому что это не что иное, как уличный писсуар. Да, такие стояли на улицах Москвы в 1920-х годах. Потом их посносили. Подобные все еще можно встретить в городах Европы. Особенно они распространены в Нидерландах. И я понимаю, что писсуары уличные не решают проблемы как минимум для девушек. Они решают скорее проблемы для мужчин. И в этом плане это определенная дискриминация. Но нужно отдать должное, что уличный писсуар совершенно прост. Ты ставишь его над решеткой ливневки и все. Ты решаешь частично хотя бы проблему засанных арок. И максимально дешевое решение, да, оно охватывает не все слои общества. Но тем не менее нужно отдать должное, оно хоть немного улучшает ситуацию. Но, конечно же, в нормальном мире нужно строить полноценные уличные туалеты или ставить модульные кабинки. И в целом, если мы вспомним там советские времена, 50-е, например, годы, когда делали парки, площади, скверы или бульвары, такие туалеты закладывали. Часто они были полуподземные, то есть они особо не уродовали городской ландшафт. И были доступными, и были приятными. А в Петербурге, что не уличный туалет, то вообще какое-то произведение искусства, по крайней мере в историческом центре. Но, к сожалению, у нас сейчас очень сильно принято эту проблему опускать и считать, что естественные потребности, как бы их не существует. Что да, людям свойственно ходить в туалет, но когда вы выходите на улицу, вы должны стать суперчеловеком и перестать хотеть ходить в туалет. Или искать постоянно Макдональдс или еще какие-то другие места, чтобы справить нужду. А вот улица, то есть общественные пространства, на этот запрос, как правило, не отвечают. Проблема потихоньку решается, но решается не на улицах, а все-таки в общественных пространствах типа парков, да и то далеко не всегда. А это перекресток площади Разгуляй и Новой Басманной улицы. В то время этот район только начинал отстраиваться, и здесь вы видите типовые элементы дизайна улицы, как бы сейчас это назвали. Во-первых, мощение проезжей части, чтобы не было грязи, ходит трамвай, есть озеленение и при этом за ним следят. Обратите внимание, что все деревья ровные, то есть они высажены в специальной линии. Есть городской садовник, который их подстригает, и они дополняют улицу и дополняют архитектуру. Как я часто уже говорил, лес и улица это разные понятия. В городе ты с деревьями должен ухаживать, чтобы они не портили архитектуру, в лесу деревья может расти как угодно. До революции это хорошо понимали, и тогда было много регламентов, каждый город практически что-то такое принимал, и их деревья были в порядке, на это находили деньги. Здесь же вы видите уже асфальтовые тротуары, про которые я говорил. По центру, судя по всему, стоит либо извозчик, либо дворник, сложно заметить. Ну и просто застройка, красные границы, ты прекрасно понимаешь, что это улица. Понятно, что дизайн-кода тогда не было, но архитектура была куда проще, и в принципе вот этот вот район, он когда застрялся в конце 19 века, архитекторы изначально закладывали места под вывески, и поэтому они не так сильно портят, но и все-таки было единение материалов и каких-то шрифтов, поэтому воспринимается все более-менее нормально, ну и в целом опрятно. Вот серьезно, опрятно. Мне кажется, это самое лучшее определение, потому что ты смотришь, и опять же, ну ничего такого космически сложного. Конец 19 века, у людей там не было ни тракторов, ничего, но они умели создавать опрятные, приятные улицы, при том, что это тогда была окраина города, то есть это не какие-то дорогие центральные районы. Или вот другая уже фотография, это новая конюшенная Слобода, 1913 год. Вы видите порядок, ну вот серьезно, и в плане там мощения. Понятно, что здесь что-то раскопали, кажется, меняют, но вы видите идеально ровные тротуары. Вы видите, что от водосочных труб идут желобки, чтобы вода стекала не через ноги людей, а сразу на центр улицы и уходила в ливневку. То есть что-то подобное сохранилось в Выборге, я вам показывал в отдельном ролике. Это те решения, которые там были сделаны век назад и работают по сей день. Так вот, в Москве это тоже было. И вы видите прекрасные идеальные тротуары, нормальный дом, нормальный фонарь. То есть все в порядке. Ну вот серьезно, вы видите и вы верите, что это история, при том, что никакого космоса. Ну вот серьезно. Почему в наше время мы не можем там с помощью всех новых технологий такое делать и просто поддерживать, я не понимаю. То есть видимо проблема не в материалах, климате или чем-то еще, а все-таки проблема вот здесь вот. Ну и собственно цель моего канала, там всей моей журналистской деятельности, это как раз акцентировать внимание на проблемах, что, ребят, мы можем жить лучше. Важно просто признать проблему, а не искать ей оправдания. А здесь вы видите уже столешников переулок. Проблема узких тротуаров в Москве была давно, но опять же, как я говорил, люди могли ходить абсолютно в любом месте, переходить не нужно было что-то делать. Хотя здесь вы видите, кажется, первый светофор города. И вы видите типичные довольно столбы, вы видите мощение, вы видите город. И здесь понятно, что город не создавал дизайн кодов, не проводил какую-то большую реконструкцию, но все довольно утилитарно, но все работает. И вот когда ты читаешь отчеты городской думы дореволюционных времен, там очень много внимания уделялось теме экономики. Что городская казна была небольшой, что часто что-то строили десятилетиями или находили богатых людей, которые помогали со строительством школы пожарного депо или чего-либо еще. Но они обращали внимание, что каждый булыжник, который ты выкладываешь, стоит определенных денег. И что это все должно отдавать какую-то отдачу. И что если ты сделаешь плохое благоустройство, тебе придется, например, чаще мыть улицу. И поэтому лучше сначала сделать подороже, а потом там следующие 30 лет экономить. Сейчас, к сожалению, про этот подход совершенно забыли, но и в целом, мне кажется, как-то потеряли границу, что такое хорошо, что такое плохо. И делать плохо стало, к сожалению, нормой. И действительно всему этому находят много оправданий. И я вас очень прошу не искать каких-то причин, почему можно сделать плохо, а все-таки стараться идти к идеалу. Потому что, понятно, это все история. Но мне очень хочется, чтобы вот когда у меня появятся дети, например, они выросли и смотрели фотографии там 2025 года, вот точно так же на каком-нибудь специальном сайте, типа Поству, где куча исторических фотографий, чтобы они когда смотрели все это, они тоже говорили, что смотри, как опрятно, смотри, как приятно. Смотри, там вот все как-то ровненько, все на своих местах просто. Потому что, ну, это то, что связывает человека с его городом, то, что действительно, вот ты смотришь на эти фотографии, ты влюбляешься. И не потому, что все, что было раньше, было лучше, а просто сам подход к формированию города, ответственность за то, что ты делаешь. И это приятно смотреть, и ты вдохновляешься этим. Наверное, так лучше всего будет сказать. В общем, если согласны, что наши города вновь должны стать опрятными, не забудьте поставить такую штуку под роликом, подписаться, написать комментарии, чтобы как можно больше людей увидело это видео, и чтобы тоже эти ценности стали общепринятыми. Но и не забывайте просто любить города. До встречи в следующем ролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok